Ни один выпуск новостей не обходится без слова коронавирус, который был объявлен пандемией. В Владимирской области заболевших пока нет, но в регионе уже введен режим повышенной готовности. На сегодняшний день медики наблюдают 155 жителей области. Симптомов коронавирусной инфекции у них не обнаружено. Лабораторные анализы показали отрицательные результаты. Как защититься от нового вируса и не поддаться панике? Здесь сейчас поговорим с главным внештатным пульмонологом Департамента здравоохранения, врачом-пульмонологом городской больницы номер 4 Игорем Петриковым. Игорь Валерьевич, добрый вечер. Добрый вечер, Ольга. А нашим зрителям я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире. Свой вопрос гостю программы вы можете задать по телефону 324322, код города 4922. Итак, давайте поговорим, что же такое коронавирус, что это за заболевание. Ну, традиционно мы знаем вирус гриппа, но на самом деле люди болеют множеством вирусов. Это и так называемые РС-вирусы, это и рота вирусной инфекции, с которыми сталкиваются родителями. И по своей сути коронавирус – это одна из разновидностей вирусов, которые поражают человека. Только он не был столь частым. Надо сказать, что это вообще не первая атака на человечество. У нас были два эпизода в 2002-2012 годах. Это так называемый SARS, это Юго-Восточная Азия. Там носителями вируса были животные цеветы. И Арабские Эмираты, где носителями вируса оказались одногорбые верблюды, драмадеры. То есть это как бы не первый заход, но это первая вот такая массовая ситуация, с которой мы столкнулись. Расскажите об основных симптомах. Симптомы в целом мало отличаются от гриппа. То есть это и першение в горле, это сухой кашель, это повышение температуры, ломота в мышцах. В некоторых случаях чаще у детей могут задействоваться желудочно-кишечный тракт. Может быть головная боль. То есть на грипп очень похоже. А насморк? Насморк не характерен, особенно в первое время. Но все вирусные инфекции могут осложняться в дальнейшем бактериальными осложнениями. Здесь уже вероятность насморка возрастает. Но в первые дни нет, это не характерно. Но если говорить о коронавирусе именно, вот в чем принципиальное отличие, например, от насморка? Есть такое? Принципиальное отличие в том, что пока мы наблюдаем несколько большее количество осложнений, более тяжелые течения, особенно у пациентов, у лиц старшего возраста, люди старше 60 лет. И этот вирус вот именно в этой категории, он склонен чаще осложняться пневмониями. Отсюда и такое повышенное внимание и настороженность. И еще у нас уникальные ситуации, что вот в таком массовом варианте это для нас вирус новый. И, например, в нашем регионе и в Российской Федерации очень мало. И у нас есть все шансы с согласованным действием и общества, и медиков, и власти, как можно меньше дать шансов для распространения. То есть у нас есть время, и здесь, на мой взгляд, это будет очень такая серьезная проверка общества на его зрелость. Если я заболел, я знаю, что я был в контакте, я должен о себе сообщить. Должны за мной гоняться, меня отлавливать? Нет, это моя совесть. Если я заболел, иду в общественные места. Могут сразу не заметить, может быть, обойдется, но я могу быть опасностью. Это моя ответственность. Вот если эта ситуация будет правильно людьми пониматься, я думаю, что ничего страшного не произойдет. У нас как раз есть материал небольшой о группах риска. Давайте его посмотрим. Китайские ученые проанализировали риски заразиться коронавирусом для представителей разных возрастных групп. Исследование основано на данных о 45 тысячах подтвержденных случаях заболевания. Меньше всего риски у детей до 10 лет и у подростков от 10 до 19 лет. В сумме доля таких пациентов среди заразившихся составляет всего около 2%. Анализ показал, что наибольшая доля свыше 86% заболевших относится к возрастной группе от 30 до 79 лет. Авторы исследования утверждают, что риск заражения среди пожилых гораздо выше. Вирус поражает в первую очередь людей с хроническими заболеваниями, такими как астма, сахарный диабет, сердечно-сосудистые патологии. То есть, если мы говорим о молодых людях, у них течение этого заболевания проходит гораздо проще, правильно? Ну, скорее всего, оно будет мало отличаться от гриппа. И здесь я бы хотел сориентировать еще людей на то, что осложнения, ведь они развиваются не в первый день. Как правило, это не сразу тяжелые течения. Но если после улучшения человек заболел, стал поправляться, но на фоне улучшения состояния у него второй раз повышается температура. Или ему становится трудно дышать, но не имеются в виду панические ситуации. А когда действительно это заметно прямо по человеку, он перестает улыбаться, он становится очень средоточен на работе дыхания, это могут заметить окружающие. Или если появляются какие-то новые симптомы, вот тут нужно обращаться к врачу. Еще я бы, пользуясь моментом, обратил внимание, что сейчас у нас идет концепция такова, что не нужно ходить в поликлинику, если вы заболели. Сейчас весь акцент переносится на то, что докторов нужно вызывать к себе. У нас же традиционно, у меня температура, я пойду, конечно, приходить в поликлинику, садиться в очередь под дверь. Нет, нет. Сейчас поликлиники пересматривают режим работы, они прекращают диспансеризацию, они прекращают плановые какие-то обследования пациентов и будут готовы больше внимания уделять вызовам на дом. Конечно, это не значит, что по каждой ерунде нужно дергать медиков, но если есть явные признаки инфекции, явно все достаточно серьезно, нужно вызывать на дом. И, конечно, очень важно тем людям, кто вернулся из-за границы, кто контактировал с такими людьми, обозначаться. Приедут домой, возьмут мазки, обследуют. Это будет безопаснее для окружающих, и сам этот человек, уже будучи под наблюдением, не рискует попасть в эту категорию тяжелых, категорию осложнений и остаться без должного внимания. Вот сейчас в новостном сюжете говорят, линия 112 номер телефона, горячая линия, организованная указом губернатора. Такая же линия есть в департаменте здравоохранения, это телефон 8 800 200 ровно 36 33 и 4 7 33 городской номер телефона. Человек, который приехал из-за рубежа, знает, что есть потенциальная опасность, его по какой-то причине Роспотребнадзор не вызвал сразу, может заявить о себе, его сразу же возьмут под контроль, обследуют и будут наблюдать. Ну и не стоит, наверное, забывать о самоизоляции, да, вот эти две недели после возвращения из какой-то страны обязательно должны пройти без контактов. Ну и дальше, когда человек о себе сообщит, к нему приедут медики, уже все пойдет гораздо проще. Такой человек получит постановление Роспотребнадзора, он сможет получить, например, лист недрудоспособности, у него не будет проблем с работой, с работодателем. И, конечно, уже он будет взять на конкретный учет и контроль, и эта самоизоляция будет не просто сидением дома, а это будет наблюдением, медицинским наблюдением. Давайте поговорим о том, как вирус передается, то есть как можно заразиться им. Здесь есть одно коренное отличие от гриппа, которое тоже нужно учитывать. Если грипп мы получаем только воздушно-капельным путем, по сути, через рот, ну, иногда, может быть, через руки, то здесь еще нужно защищать и глаза. Если человек надел маску, говорят, маска не помогает, нужно защищать еще и глаза, то есть должны быть очки. Но в первую очередь это касается тех, кто контактирует с заболевшими. Мы видим, как одеваются медработники. Если же заболевший человек надевает маску, он перестает выделять вирус, из глаз он его не выделяет. То есть это грязные руки, это дыхание, и для защиты это еще глаза, нужно защищать глаза, слизистые глаза. Ну, вот, допустим, если у меня есть антисептик или какие-то влажные салфетки с антибактериальным эффектом, с каким промежутком, допустим, я должна выполнять эту дезинфекцию рук? То есть, там, раз в час я должна это делать, или чаще, или реже? Ну, дело в том, что если вы только что обработали свои руки, все высохло, испарилось, и вы через одну минуту потрогали что-то, где есть вирус, потом почесались, потрогали глаза, рот, обработаете вы еще через пять минут, это не спасет. То есть, во всем должен быть здравый смысл. И еще очень важно, это не оказываться в ситуациях скученности людей. Вот представьте себе лифт, да, где, например, мы как селедки в банку набиваемся, нам лень подняться лишний этаж. Или очередь в магазине. Вот мы смотрим, в Италии выстроились километровые очереди в магазин. Почему? Потому что они четко соблюдают, сказано, полтора-два метра от человека до человека. Значит, это соблюдается. Не нужно лезть в толпу. Но я бы хотел сказать, что сейчас, на данный момент, у нас ни одного подтвержденного пациента на территории Владимирской области пока нет. То есть, все это нужно соблюдать и относиться к этому с известной долей разума. Не превращать это в какой-то психоз, когда уже не закрывают за собой двери в туалетах люди и так далее. Пока у нас еще ситуация не такая. Сейчас больше внимания на то, чтобы этот вирус не завести. Ведь это не будут люди, например, с низким социальным положением. Это люди, которые ездят за границу. Это люди достаточно разумные. Вот и нужно проявить эту разумность. Так же, как вот сейчас на волне ажиотажа. Первая реакция человека – страх. Это скупить гречку, тушенку и так далее. Ну вот что думаете по поводу истерии? Я думаю, что если говорить реально, то, конечно, каждый из нас испытывает какую-то тревогу. Я думаю, что в доме должен быть запас продуктов на несколько дней. Но не более того. Потому что, когда скупается что-то мешками, ну, впереди дачный сезон, наверное, все это будет израсходовано на дачах, где-то в походах. Ну, такие безумные… Это же не ядерный удар, да? Не война. И вирус, ведь что такое вирус? Это, по сути, если говорить языком компьютерным, это флешка в белковой оболочке. Эта белковая оболочка годна две недели. Больше он не выживает. Если мы не дадим ему шансов распространяться, передавая друг другу, то все это закончится достаточно быстро. У нас есть небольшой материал о мерах предосторожности. Давайте посмотрим. Из-за угрозы пандемии коронавируса Владимир Суздальский музей-заповедник с 18 марта этого года приостановил допуск посетителей на свои объекты. Временно отменили и показ спектаклей в драмтеатре. Жителям рекомендуют ограничить посещение выставок, экспозиции и других массовых мероприятий в целях предупреждения распространения коронавируса. Торговые точки Владимира и области обязали обеспечить покупателей антисептиками, чаще дезинфицировать помещение и распространить информацию, как избежать заражения коронавирусом. Под контроль взятый общественный транспорт компания Владимир Пассажир Транс организовала дополнительную дезинфекцию автобусов и троллейбусов после введения в городе режима повышенной готовности. Обрабатывают подвижной состав специальным средством от бактерий три раза в день. Обрабатывают троллейбусы, автобусы, то есть все дужки поручены. Чтобы обезопасить жителей региона от распространения коронавируса, больницы и поликлиники области закупили 125 тысяч медицинских масок. Также Департамент здравоохранения приобретет 40 тысяч респираторов. Пациентов с подозрением на коронавирус уже сегодня готовы принять в шестой больнице областного центра. В эпидемиологическом отделении больницы выделен блок с тремя боксами. В случае необходимости каждый из них будет полностью изолирован и опечатан. Доступ медперсонала в палаты возможен только с улицы и в специальных костюмах. Здесь все у нас закрыты глаза, закрыты слизистые оболочки, закрыты руки, кожные покровы, волосы, все закрыто. На территории нашего региона не было зафиксировано ни одного случая коронавируса. Несколько пациентов поступали с подозрениями на заболевание, но диагнозы не подтвердились. Игорь Валерьевич, если говорить о медицинских масках, стоит ли их вообще носить людям, которые не больны? То есть выходить в них на улицу? Я просто видела уже людей. У нас в городе их не так много, но как бы в Москве носят медицинские маски. Есть в этом смысл? Ну вот на данный момент прямого смысла я думаю, что нет, поскольку таких пациентов нет. Но у всех у нас разная психология. И я думаю, что человек в маске, вот в свете последних событий, должен стать нормой. Потому что у нас подсознательно есть такой страх, я одену маску, на меня все будут тыкать пальцем, я стесняюсь. Если человек чувствует, что это необходимо, это нужно делать. Но как мы говорили, вот мы видели сейчас, как одет медицинский работник, подготовленный в сюжете, вот эта защита хорошая. Это реальная защита. Поэтому всего должно быть, но человек с малейшими признаками, он, конечно, эту маску должен иметь. И что еще с собой нужно иметь? Например, набор бумажных салфеток. Захотелось чихнуть. Как мы чихнем? Кто-то так, кто-то закроет рот рукой. На самом деле, достали салфеточку, чихнули в нее, и она пошла потом на выброс. Ничего не разлетается вокруг. Ничего нет совсем. А вы, например, в автобусе. Ну, есть такое правило, вот тогда чихнуть себе в локоть. Хотя это, конечно, не лучший вариант, но, по крайней мере, это не разлет. Вот когда мы зимой на морозе с вами стоим на улице и разговариваем, мы видим, как у нас изо рта идет пар. Мы видим свое дыхание. По сути, ведь это происходит и сейчас. Просто погода теплая, да, мы не видим этого. То есть, вот это расстояние, и как можно меньше разбрызгивают частицы слюны внутренней дисциплины. Подсказывает, что у нас есть звонок. Давайте послушаем. Добрый вечер, вы в эфире? Добрый вечер. Представьтесь, пожалуйста. Меня Сергей зовут. Вот скажите, пожалуйста, во время коронавируса, в эпидемии, когда, как бы так сказать, наступила, скажите, спиртные напитки можно употреблять или нет? Спиртные напитки сами по себе с коронавирусом не пересекаются. Если пациент действительно болен, то, конечно, однозначный ответ нет, потому что все препараты, которые применяются, они задействуют печень, алкоголь тоже, поэтому прямой связи здесь нет. Чтобы это помогло спастись от вирусной инфекции, тоже ответ нет. Спастись это не поможет. Поэтому это легкий антидепрессант. Немножко, как говорят, алкоголь не помогает найти ответы, он помогает забыть вопросы. Вот это если перевести на шутку. А так, в целом, никакой связи здесь нет. Ну вот, если уж мы заговорили, да, о профилактике там или о способах лечения, на сегодняшний день вакцины от коронавируса не существует. Но все-таки, вот чем лечиться, могут ли помочь обычные противовирусные препараты, которые у нас есть в аптеках? На сегодня такой информации нет, потому что все препараты, которые у нас произведены и находятся в аптеках, они рассчитаны прежде всего на грипп, а это все-таки разные вирусы, то есть они на него не действуют, или на какие-то другие вирусы. Поэтому, скорее всего, нет. Хотя информация может обновляться, сейчас и в Китае идут исследования, накапливаются новые данные. Но пока, вот по данным, которые имеются у нас, и которыми поделились китайские коллеги, довольно специфические препараты, которые сами по себе достаточно тяжело переносятся организмом, и принимать их просто так для профилактики самим ни в коем случае нельзя. Но если дойдет дело до действительно реальной инфекции, то эти препараты будут применены, запас их, я уже могу сейчас ответственно сказать, департаментом здравоохранения сделан. То есть, если действительно дойдет до необходимости, они применяться будут, но кушать их самому совершенно невозможно. Это очень серьезные препараты, требующие контроля и наблюдения. А если говорить о иммуномодуляторах, они каким-то образом смогут помочь в профилактике? Опять же, таких данных нет. Не хотелось бы голословно утверждать, что все это бесполезно, но тем не менее, ни в каких рекомендациях ни Министерства здравоохранения, ни по данным китайского опыта иммуномодуляторы не фигурируют. Поэтому помогут ли они, думаю, нет. Мы спросили у жителей города Владимира, как они защищаются от коронавируса. Давайте посмотрим. Какие меры профилактики применяете? Кушаем чеснок, моем очень часто руки с мылом. Чаще моем руки, стараемся не ходить в общественные места с ребенком. Ну и все. Да, так же, как и все, наверное. Больше всего за гигиеной служу. Маску не одеваю, так как никто не одевает. Вроде не страшно, я так думаю. Не до такой степени. Маску надели специально, чтобы защитить себя? От коронавируса просто, для профилактики. Туберкулез страшнее, чем коронавирус. Так что есть чего бояться другого. Но все равно дети в школу ходят, в садики ходят. Ну, куда? Не будешь дома сидеть. А так массовые мероприятия, стараемся не защищать. Ну и вот когда гуляю, то стараюсь. Такие улицы маленькие, где нет народа. Вот так вот. Но верю, что все хорошо будет, не заразимся, будем жить дальше. Некоторые упоминали народные средства, в том числе чеснок. Вот насколько он эффективен. Ну, к сожалению, опять не могу тут порадовать. Нет такой информации. Но сюжет показал, что в целом люди достаточно разумные. Действительно, разумные меры они принимают. И я думаю, что если будет действительно нарастать какая-то опасность, то и, соответственно, то, о чем мы говорили, и вот эти очереди, и защита себя, и садики, они должны, соответственно, тоже будут нами наращиваться. Пока, я думаю, вот ответы были вполне разумные. Ответы разумные, но, в принципе, истерика есть. Ну, я думаю, что никто, наверное, не будет этого отрицать, когда там люди скупают гречку и так далее, и тому подобное. Вот почему так происходит? У нас есть, точнее, мы пережили, да, уже птичий грипп, свиной грипп, еще была масса разных заболеваний. Почему именно с коронавирусом так много внимания к этому? Ну, во-первых, потому что, вот, как я говорю, это шанс попытаться это задавить в зародыше. Чем больше будет приняты мер, тем меньше шансов, чтобы это ушло вот в массы. И посмотрите, в России меры были приняты довольно рано. Помните, первых граждан России, которые оказались в Ухане, вывозили военным самолетом, помещали в обсервации, все было достаточно жестко, оперативно, и это себя оправдывает. И даже количество заболевших, количество наблюдающихся, оно минимально по сравнению с теми же европейскими странами. Но больше всех Италия пострадала, конечно. Ну, в данный момент да. И, то есть, эти меры, они себя оправдывают. А что касательно паники, ну, я думаю, что любой наш, тем более в условиях нашей страны, любая опасность воспринимается у нас как стресс, и что я могу сделать? А что я могу сделать? Закрыть двери окна, запасти продукты. И эта волна вот сейчас в сюжете с магазинами показана. Первая волна схлынула, выдержали и поуспокоились. На мой взгляд, если бы не получали сейчас СМС-сообщения или там видеоизображения из-за границы, когда знакомым многим прислали, как в Европе покупается, как там в Лондоне, как в Италии сметают с прилавков, мы бы, может быть, и не имели этой паники. То есть раз там, значит и я. Это, в принципе, нормальная человеческая реакция. Главное, чтобы она не вышла за разумные рамки и не стала сама себя уже раскручивать. Ну, к сожалению, в России есть случаи, да, заражения, несмотря на все усилия нашего государства. Вот как вы думаете, как будет ситуация развиваться дальше? То есть когда будет пик заболеваемости? И вот как, на ваш взгляд, когда она пойдет на спад? Ну, я думаю, что здесь будет прямая зависимость от того, о чем мы говорили только что, насколько общество себя проявит гражданско-зрелым. Нет, ну, сейчас мы уже закрыли границы, то есть мы принимаем меры. Насколько вот это будет самоизоляция? Ведь еще не все вернулись из-за границы. Еще довольно много людей во ближайшее время вернется и приедет. И сейчас где-то посольство, где-то консульство обсуждают вопросы, как их вывезти там самолетами, дальнобойщики. Эта история еще не закончена. И насколько эти люди себя вот поведут правильно, настолько опасность и будет велика. Еще бы я хотел призвать беречь медработников, потому что на фоне вот этой, ну, нервозности, так скажем, очень многие предъявляют какие-то повышенные претензии, считают, что их проблема самая большая. А вот в этой волне необоснованных вызовов, в волне жалоб, не всегда оправданных, будет гораздо труднее отследить действительно больных людей, которым нужна помощь. У военных хирургов была такая присказка, беги первым не к тому, кто кричит, а к тому, кто молчит. То есть тяжело больной человек, он не будет предлагать какие-то большие усилия, ему уже не до этого. И вот чтобы мы в обществе, потому что старики, больные астмой, да, больные хроническими заболеваниями, эти люди не так защищены, они могут не приложить достаточных усилий к своему спасению. И здесь тоже нужно очень четко беречь ресурсы медицины, они и так, и в общем-то, не безграничны. В этой ситуации идет двойное напряжение для всех медработников, и, во-первых, им нужно создавать нормальные условия для работы, и, во-вторых, не изводить вот такими совсем уж необоснованными жалобами и обращениями. Давайте еще раз напомним, вот если человек, подозревая, да, что у него началось заболевание, там, похожее на грипп, что ему нужно делать? То есть он не идет в больницу? Да, он должен обратиться, да, он должен обратиться в свою территориальную поликлинику, и к нему на дом выйдут медработники и окажут помощь. Ну и по возможности ему нужно ограничить контакты, то есть не появляться, да, в общественных местах? Хотя бы первое время до выяснения. Вот для этого и нужен запас продуктов там на 2-3 дня. На больше он не нужен. Если там, не дай бог, человек заболеет, он эти продукты есть не будет, он будет в больнице. Спасибо вам большое за то, что уделили нам время, пришли к нам сегодня на эфир. А нашим телезрителям я напоминаю, что в эфире программы «Здесь сейчас» был главный внештатный пульмонолог Департамента здравоохранения, брач-пульмонолог городской больницы номер 4 Игорь Петриков. А наша программа выходит в прямом эфире с понедельника по пятницу в 19.20. Завтра поговорим о застройке исторического ядра города. А я с вами прощаюсь. До свидания и все вам доброго.